Здравствуйте, мои дорогие зрители, слушатели, и с вами снова я, Ирина Искович, в рубрике «Моя судьба». И я продолжаю уже девятнадцатую часть, тогда вот бывает такое, что вот только выложу одну, сразу хочется другую, потому что определенная тема раз и начинает всплывать. И я совершенно случайно вспомнила о том, что совершенно вам не рассказывала и не читала свои стихи, хотя в этом году так приятно меня порадовали. Я была номинирована на фаэт года 2014. Я знаю, что многие люди прошли через этот конкурс, но мне очень приятно, что мои стихи читают, что мои стихи востребованы, и что даже некоторые из них стали любимые и популярные. Ну, начну немножечко с настоящего момента такого. Буквально вчера я посмотрела интересную передачу по культуре. И, наверное, как бы вторая моей темы о Москве, на канале «Культура» была передача о поэте, знаете, мне совершенно незнакомым, но мне очень было приятно узнать и как бы сопроводить его в жизненном его пути, в этом рассказе. Это Николай Иванович Глазков. Николай Иванович Глазков, вот сейчас вы видите его на своем экране, такое немножко смешно, с большими ушами, был поэтом советской эпохи. И можно сказать, что он отстаивал интерес своего видения, своего творчества, жертвуя, можно сказать, уютом, комфортом. И вот это его процесс он прожил на Арбате всю жизнь. Очень интересная у него судьба. Стихи отличаются такой определенной рифмованностью. И стихи отличаются еще тем, что в них максимально выражены многие мысли-формы, будто как бы слаженно. Вот поэтому мне хочется сегодня посвятить эту девятнадцатую тему, тему поэзии. Да, хотя у меня есть и сказки, может быть, это будет следующая часть. Ведь, когда я нахожу эти темы, мне становится сразу интересно. Ну, немножечко давайте я зачитаю, чтобы было понятно, как писал Голосков. Я на мир взираю из-под столика, век двадцатый, век необычайный. Чем столетия интересней для историка, тем для современника печальней. Господи, вступися за советы, защити страну от высших рас, потому что все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас. Оглуши ты, гадов, нашей глушью. А мелькнула, чтобы новизна, порази врага таким оружием, враг, которого еще не знал. Ну, вот, чтобы было понятно, что Николай Иванович Голосков, конечно, вот писал в каком-то таком стиле марша и вот вкладывал образы мыслеформы, даже обладал какой-то внутренней правительской, какой-то такой, я бы сказала, даром или способностью. Ну, это совершенно естественно, потому что, когда человек живет, общаясь с внутренним духом, с внутренним голосом, он получает вот эту информацию, необходимую для раскрытия, так сказать, видения внутренних моментов. Ну, написание стихов способствовали мои родители. Моя мама, она очень любила, папа вообще всю жизнь, и мама любила, чтобы все было, подарки были сделаны своими руками, не купленные, а от души. И так как писать музыку было тяжелее, хотя я маме тоже писала, то стихи было проще написать, подарить секторею в дне рождения, оформить красивые открытки. А папа всегда очень любил, вообще любил стихи. Он цитировал, всегда говорит, давайте я вам лучше почитаю скотворение. И знал наизусть много стихов Есенина, Мудештама, Штампа, Мудештама, Господи, такие трудные фамилии, неважно. Так что начинаешь покружаться в прочтении за столом этих стихов, особенно как папа читает Есенина, это вообще уникально, я считаю. Также он писал свои стихи. Всегда, когда я читала свои стихи, обращая внимание на какие-то необычные сравнения или образы, отчего я начала стараться побольше этих образов находить. Поначалу стихи шли туго, и мне как-то выразить то, что у меня было внутри, было достаточно сложно. Но чем больше я практиковалась в данном вот таком написании, тема... И потом так произошло, что стихи стали приходить сами собой. Как-то я иду или еду, и у меня внутри начинает эта песня складываться. И я уже стала замечать, что если я не успеваю зафиксировать в данный момент, записать, потом очень трудно вспомнить почему-то эту песню. И уже старалась, значит, в транспорте, или где я еду, или иду, вот у меня это в шаге могло рождаться, раз записать, зафиксировать, остановиться. То есть вот пришел такой опыт. Дальше интереснее стало происходить так. У меня они стали просто складываться легко. И рифму, да, я иногда дополнительно смотрела, какая вот... Сейчас очень легко, вот в гугле можно там... Есть сайты специальные, которые вот рифму подобрать совершенно в различную могут найти. На этих сайтах можно найти совершенно в различную рифму, к различным словам. Но я очень редко пользуюсь такими сайтами, только вот в каких-то вот случаях. И я стала писать, писать, писать и рисовать картины. И в какой-то момент сам родился вот этот какой-то мой личный слог. Особенно мне очень нравятся мои рассказы. У меня немного рассказов. Но в голове вот рождаются очень много образов. Очень много... У меня как бы фильм. Когда я занималась режиссурой, точительница по режиссерской было-то. Мастерство, она говорила, что вот ты могла бы быть режиссером, потому что я вижу вот фильм. Картинку, образы и вот сам сценарий, как бы его интересно показать. Простите, пожалуйста. Так как в стихе можно заложить этот целый фильм, а написание все-таки ну какого-то такого большого произведения требует и времени, и остановки какой-то внутренней, то не успеваешь иногда вот это все выразить. И в стихе это очень здорово-здорово укладывается в различных гранях вот этих образов и мыслифон. А дальше... Вот, может быть, из того, что я уже стала закладывать это все и в музыкальные свои произведения, и в свои работы, видеоработы. У меня сейчас уже 722 работы на Югубе. поэтому, конечно, стихи, это как бы стал частью меня. Но я стараюсь всегда, как вам говорила, рисовать автопортреты и обязательно писать стихи или рассказы. Так очень интересно. Это один из вид творчества. Ну, помимо того, что я люблю заниматься выпечкой или каким-то рисованием, ну, вот, настоящим уже, каким-то созданием каких-то вещей интересных, руками. Это мне все очень интересно. Я вам хотела рассказать, потому что я еще делала переводы. Переводы... Когда я занималась медитацией священного пространства сердца, и вот у меня открылось вот это внутреннее понимание через сердце. Это именно так. Вот через сердце ты чувствуешь импульс, а потом чувствуешь его, ну, иногда не совсем точную единственную, там, до точности, может быть, и нету, но расшифровку. И я стала делать вот переводы священных текстов через вот этот импульс сердца. Вот как это бы сердце выразило? Тогда я заметила, что в основном происходит такая трансформация образов, позитивный свет и красивую картину. Кстати, после некоторых переводов была переписка с профессиональными переводчиками, и они меня спрашивали, откуда эти переводы. Технику было мне достаточно сложно описать, но факт налицо, что многие переводчики говорили, что перевод достаточно интересен и точен. Вот это было поразительно. Плюс вот эти стихи, которые стали у меня писать в более поздней, в свободном таком моем изречении, однажды мне написали вот так, сказали, а где вы научились писать вот в японском стиле? Я сказала, я не знаю. Я, говорю, нигде не училась, это просто мне так нравится. Позже я открыла в себе вот как раз-таки личность Кукая, который был японским монахом и строил буддизм Японии. Эта личность Кукая очень сильно была в моем духе. Мне трудно сказать, но я полностью ощущала себя этим Кукая. И когда сейчас я занималась аналитической такой деятельностью, жизнедеятельностью Кукая своей, я нашла, ну вот, знаковое просто поставление тем, что его буддизм основывался на слове, и даже звук А он вводил в рамки священного звука. Поэтому школа энергозвука, получается, даже является прямым продолжением основы понимания буддизма в школе Кукая. И я часто называю себя Кукаем. То есть дух Кукая вот очень близко, как аватар, как ангел-хранитель, как мой аватар, как тот священный мужчина, который есть во мне, который есть часть меня, не знаю какая, может быть, даже лучше. Потому что, несмотря на то, что жизнь Кукая была достаточно такая необычная, и Кукая таким достаточно сухим, я бы сказала, волевым человеком, когда его дух присутствует во мне, мне очень радостно и стабильно. и очень многие яркие воспоминания, связанные с Кукаяским прохождением, меня наполняли. Поэтому в моих работах есть записки Кукая. Осознание Кукая и прохождение его пути, осознание многих моментов. Я не знаю, насколько в моем сознании легко возникают образы. И в моем сознании легко они трансформируются, как часть меня. Потому что сознание буддиста, все есть ты, и все есть сердце Будды. И поэтому любой образ может представляться как часть тебя. Но очень мало образов, связанных с тем, что да, действительно, они очень близки ко мне. Есть категории образов, которые как отражение чего-то, какого-то другого. И кроме Кукая, на самом деле я чувствовала связи с различными регионами, кельскими, и даже Галина Борисовна пришла с проблемой, что у меня было четкое ощущение, что меня сожгли на костре. Именно как ведьму, как человек-знание и как бы ни за что. И вот именно вот это состояние связанности, огня и то, что я кричала. Вот. и другие как бы воспоминания, да, в этом воспоминании открылся вот мой дар скользить, скользить по поверхности серебристой дорожки лунной, именно в момент активизации лунной и общения с деревьями. да, я слышала голоса и общалась. Лез для меня был подобен братьям. Извините, немножко прям никак не выздоровлю. Мне очень обидно, когда я кашляю при записи. Самой не очень приятно смотреть, но когда вот это ничего не могу поделать. и в принципе никаких таких вот других сильнейших воспоминаний у меня не было. Но те, которые вот с кухаем связаны, вот с этой кельской жизнью, это очень сильное воспоминание. Мне, у меня вот самая сильная связь это жизнь куклы. И потом на практиках, на практиках я увидела совершенно, когда были практики реинкарнации воспоминания, я увидела совершенно другую планету. И может быть у меня и не ну как бы какие-то лучи. Вы знаете, я сейчас воспринимаю жизнь как луч посвящения. Хотя мне не нравится, потому что сейчас очень мощное направление лучей посвящения идет по иерархии из США. Там вот еще и Плавацкая наша началась вот это эзотерическое направление, Алиса Бейли и дальше и дальше. Немножечко иерархию я не поддерживаю. То есть да, возможно есть иерархия, структуризация, но мне немножко видится все в другом свете и немножко по-другому. А когда я вот я же говорю, что во сне я очень много путешествовала именно по космосу и именно встречалась с другими сущностями вот не земными. Поэтому мне вот когда я читаю Владимира Серкинхов, Шаман, мне очень много понятно, очень много и очень много близко. По ощущениям, по миру восприятия. Это уже личный опыт, это уже опыт души. когда ты живешь абсолютно только телом, душа она как бы в зачаточном состоянии, она не раскрывается как будто. Но когда начинается реальная жизнь души, то многие моменты трансформируются, они как бы раскрываются в тебе новым опытом. И тогда духовная жизнь начинает преобладать над жизнью тела и духовная жизнь становится основной. И тогда человек, который ведет духовную жизнь, он уходит немножко в параллель этой духовной жизни. Но чтобы не совсем уходить, оставаться все-таки здесь, и чтобы не уйти в эту параллель, абсолютно не потерять связь. У меня многие такие моменты были, когда не приходилось обратно собираться и обратно провязываться под планы социума и трансформироваться туда-сюда, туда-сюда. я встречала людей, которые уходили полностью в этот мир другой реальности и теряли связь с реальностью. Но для меня это печально. Для меня очень хорошим примером всегда являлся Галина Борисовна Шереметина. Ее трезвость ума нахождения здесь и сейчас и в то же время абсолютно духовный опыт. ее умение и способность доносить и соединять вот эти два пласта меня многому научили. И отвечать как спокойно на все вопросы и показывать основную позицию энергетических нарушений. Наверное, не зря я 10 лет все-таки у нее училась, хотя пришла я, как говорю, с абсолютно своими знаниями и с абсолютно своей внутренней системой, вот которой вы сейчас вот как раз вот она моя любимая звездочка и школа многозвука вы видите. Что же касается воспоминаний другой планеты, в которых вот я увидела настоящую маму, рождающуюся вот такой вот золотистый осьминог, я не знаю, как это назвать, солнышко с большими щупальцами, которые вот так очень мне напоминают вот этот момент, когда Омэ из «Ноусика дальнего ветров» подымает «Ноусику» в самом конце фильма Хаяо Мияцаки и вот она идет по золотистому полю, вот это очень похоже на маму. Воспоминания о этой планете, о проблемах этой планеты, о цивилизации этой планеты, о задачах, и о том путешествиях, которые я совершаю, и о духовных таких сущностях, животных, которые здесь не присутствуют, но со мной не имеют связь, были очень глубокие с точки зрения даже эмоционального переживания. Всегда хочется, знаете, вспомнить абсолютно все, путешествия твоего духа. Я уверена, что у каждого человека есть огромное путешествие его духа. И, возможно, в качестве различных форм. Даже то, что внутриутробно мы проходим эволюцию нашего физического тела, проходя все пути развития, уже говорит о том, что мы это делали и в сознании. Даже это воспоминание было бы уникальным. Поэтому, например, я особое внимание всегда уделяла тому, чтобы рождающийся человек, когда идут роды и стресс самих родов, не блокировал память внутриутробного периода. И также Дмитрий родился в воду, у него еще эта память сохранялась долгим, как бы, долгое время, долгие годы. И память внутриутробного периода и предыдущего воплощения очень сильно проявлялись в первые годы. И это здорово, потому что разблокировать вот на фоне стрессов родов вот эту дверь очень сложно. И пойти дальше еще сложнее, особенно начать вот это все, потому что это значит восстановить все вот эти связи. В настоящем, да, здесь и сейчас все присутствует, но эта глубинная память, она уникальна. И что еще хочу добавить, что, например, когда у меня были роды и рождался ребенок, у меня действительно активизировался древний мозг человека. это описывается даже в некоторых передачах, что у женщины при правильном прохождении родов, благодаря гормонам, активизации структуры, энергетических потоков, может произойти активизация древнего мозга человека. и просто вот эти очаги, эти шишки, которые активизировались, это было что-то потрясающее. На самом деле вот эта связь, восстанавливающиеся связи, они вот эту картину мира провязывают и провязывают и провязывают и провязывают снова и снова и структурируют и моделируют ее наполняя громаднейшим опытом, громаднейшим и пониманием, соответственно пониманием, расширением сознания и фокусом мира. Поэтому это очень важно. Я считаю, что человеческая жизнь для души, для духа, для этого маленького путешествия является именно тем путем развития эволюции света. Я бы сказал, эволюция света, эволюция первичной частицы. Именно через этот проход, но обязательно эта частица должна являться носителем памяти. и болезнь это утрата памяти. И зачастую эта болезнь активизируется и проявляется, блокирует память из-за стресса. А стресс это какая-то неправильная закрепленная реакция на что-то. И работать с этим можно. Можно и свои закрепленные реакции разблокировать, то есть пересмотреть, переустановить и настраиваться на позитивное, то есть постоянно настраиваться на правильные реакции. То, что делает мой любимый Моргей. То есть есть несколько путей к этому. И также третий путь, который я считаю наиболее важен к этой работе, это теория и практика. Мир бесконечно эволюционирует. И то, что сейчас может казаться совершенно законным и устойчивым, завтра будет лишь каким-то фрагментом для новой системы, для новой структуры. Но если внутри оставаться костным, то никакого продолжения, перехода к новому не произойдет. А силы, которые будут тратиться на сохранение старой скосной структуры, приведут только к смерти. Это все очень интересно. Действительно. Вы знаете, чем глубже, чем осознаннее, чем я не знаю, как это, проникающее я бы сказала, особенно через сердце, ты начинаешь раскрывать вот эти параллельные вселенные, внутренние прежде всего параллельные вселенные, тем интереснее жить. Хотя зачастую наш путь не так уж и прост. Хотя он мог бы быть просто простым. Что почему так трудно сказать. А сейчас я хочу немножечко почитать вам, но для того, чтобы вы не видели такое спешное лицо, давайте просто буду ставить какие-то интересные вещи, которые считаю достойны вашего созерцания, как эта картина, например, и почитаю немного свои стихи. Особенно, я думаю, вам будет интересно тестики услышать, которые достаточно сильные, достаточно интересные и многогранные, многозначные. есть у меня не только стихи, но и какие-то вот такие фразы, что ли, которые как раньше были у меня кнопки, а сейчас эти фразы стали фундаментом, ступенью, образ проявления. Ирина Исколыч, не важно, кто я, важно, куда я смотрю и что я вижу. Это и есть большое чудо. Это образ проявления. Сейчас я печатаю очень много знаете таких я бы сказала переписок, но дело в том, что очень много тем обсуждается и в этих темах мне приходится говорить серьезные вещи, писать их отдельно уже не хватает ни времени, ни сил. И жалко утрачивать эту переписку. вы знаете, ведь переписка тоже очень ценный такой продукт. И раньше письма старались писать обдуманно, и многие переписки хранились, спубликовались, и считались очень большими ценностями. Поэтому если я сталкиваюсь одним и тем же моментом повторяющихся вопросов, то мне хочется опубликовать эту переписку, дабы было это воззрение зафиксировано. И вода, как говорится, не уходила в пустоту просто переписки, а как-то фиксировалась. фиксировано. А это вот моя работа. Сейчас вы видите. Я сделала на своем этаже декупажные салфетки и краской я сделала такую рамку из золотых листьев на своем этаже. приятно когда приезжаешь видишь что вот такая картина тебя здесь поджидает, ждет, можно сказать радует. А раньше еще у меня вот такое дерево было. Но сейчас его уже нету. Дерево со стрекозами с такими вот внизу речка протекает. Сейчас его уже закрасили. Редактор субтитров Ну что ж, я хочу еще прочесть некоторые стихи свои. Конечно, я говорю, что у меня очень много рукописанных вещей и некоторые просто лежат и думаю, что еще буду долго лежать, но появились, когда появилась возможность все это фиксировать, ну от них таких уже ну можно сказать более опытных и интересных вещей уже все-таки были напечатаны. Вот записки Кукая. Школа энергозвука вот жизнь есть вдох и выдох который объясняет звук. Жизнь есть вдох и выдох который объединяет звук. Какой твой звук такова и жизнь. Как ты сказал мне мастер мой учитель возразил я нищим тишину тишину тишина это твой звук обведено познаем свой звук в тишине нет никакой тишины какое-то наше состояние гармония вибрация раскрывать себе эту гармонию и означает раскрывать себе звук вдоха и выдоха звук души и сердца как уф и ах как вдох и выдох как ритм как так учитель это же стихи сказал я правильно сравнение образы картины рожденные в звуках ты слышишь как говорит душа как дышит твое сердце слышу а где слышишь в тишине внезапно ответил а синий на этой мысли я ну вот такие вот какие-то вот вещи да на самом деле небольшие вот эти зарисовки ну это большой опыт в моем внутреннем прежде всего поэтому мне конечно до счастье выражать себя в личном опыте действительно это огромное мое счастье вот хочу вам представить еще работу очень мне нравится картинах художника это зарисовка тибета тибет тибета такие летящие быки с девушками и зачитать еще немножко стихов ну или зарисовок ежедневно конечно я просматриваю свой сайт всегда можно увидеть кто как читал что читал и я очень часто захожу и читаю то что читали мои читатели вечная да Ирина Искович 23 точки в океане ума зверь желания тащит меня в водовороты понятий тревог и бесполезных целей почему так почему так в океане любви божественного сердца раскрываются желания как лепестки лотос ароматом красоты и гармонии здесь вот эта фраза океане любви зверь желания тащит на водоворот и понятия тревога бесполезных целей перевернута моим сердцем и тогда получается что желание не есть порог желание это лепестки лотоса красоты и кармонии все можно увидеть под разным углом все можно так сказать выпрямить сотворить своим сердцем прежде всего притча о цветом ставце эта притча была написана на даче очень интересно я ее как-то историю просто услышала внутри себя и мне захотелось записать причем самое удивительное вы знаете когда я записываю я еще не знаю даже иногда как что-то развернется повернется и для меня иногда очень самую неожиданную начинает раскрываться та или иная история или заканчивается и и вот как по-моему говорил какой-то из великих писателей герой начинает жить сами на своей жизни и так притча о святом ставце Ирина Искович в одном из древних богатых городов родился мальчик родители его рано умерли и так как мальчик не проявлял способности не говорить не хотеть то вскоре оказался он на главном домке города так он и сидел целыми днями на одном и том же месте не проявляя человеческих способностей вскоре стало поверье в городе что сидячему мальчику кто подарит подарок или товаром угостит у того и дела в гору пойдут так один богач подарил ему крышу над головой а другой подарил слух которые стали за ним следить дома стали появляться все новые и новые вещи но человек так и ходил и садился на рынке и сидел целыми днями игнорируя все подарки которые не его одаривают все привыкли к его присутствию как к живой статуе никто не смел старика уже обижать тогда он шел все преклонялись перед ним когда-то в город приехал человек долго ходил он по городу вдруг опнулся на старик долго оскорблял и поносил он его обливал и оплел его но старец даже не шелохнулся никто уложить этому конец тогда резиновый человек решил что убьет старик разрубив его на куски занес он свое оружие на старико и тот отпрыгнул и прыгнул на него из-за души и кто из толпы поверить не мог своими глазами чей человек упал за метр а старик сел как ни в чем не было на свое место и продолжил сидеть пораженная толпа продолжал смотреть на мертвого человека когда человек оказался сын богатого мужа но тот во что бы то ни стало решил выяснить как же умер его сын кого не спросил о смерти сына все несли какую-то околесицу что разобраться было совсем трудно тогда он предложил награду за то кто укажет ему на убийцу его сына пришел он на рынок и висан свой кошелек набитый чистым зон отчим человек вышел и указал на старика богатый муж возмутился такому ответу смеяться надо мной сгуму показываешь мне на старика который ходит с трудом и от гнева убил он человека больше никто не захотел говорить ему ничего так уехал этот богатый муж ни с чем а старик продолжал сидеть на рынке долгие годы умер там же и похоронил его как святого и ходит в макетки и приносит дары и подарки читается это приносит удачу вот такая вот интересная притча мне кажется что история достаточно правдоподобная могла быть но мне реально когда я описывала я реально видела это все и это для меня была настоящая реальность вот таким видением мне кажется может обладать каждый человек и здесь нет как бы ничего такого особенного это просто восприятие души уровень восприятия ну давайте напоследок я еще одну картинку вам поставлю и последнее какое-то интересное стихотворение прочту как там в коробочке живется душа Ирина Искович я разверну старую раму вытащив мягким рыхком из кармана я посмотрю на нее свысока в маске звенящего петуха я посмотрю на нее издали с шипом шуршанием змеи снизу взгляну на нее обо мне вылезу сбоку морону наноси после поглажу оберт кашуша как там в коробочке живется душа вот некоторые стихи мне очень радуют поэтому я часто люблю перечитывать ведь это особое состояние особая практика и поэтому в школе энергозвука как я уже говорю одни из соратников моих друзей я именно вместе с ними практиковала такие вещи как в описании стихов и вот например и Алексей Кончаров стал победителем поэтического конкурса и уже убежавший от меня к своей невесте Игорь Андрушкин также пришел ко мне потому что хотел совершенствовать стихов вот я думаю что сегодня практики энергозвука достаточно хочу напомнить что была у нас такая практика это разговаривать стихами разговаривать в поэтическом каком-то слоге тут же спонтанно отвечать и просто писать стихи это одна из практик школьном энергозвук потому что все взаимосвязано рисование танцевание стихи все это очень взаимосвязано это наполняет душ напоследок как говорится а напоследок я скажу да но все-таки хочется что-то еще напоследок такого вдохновляющего я продолжаю свои дела Ирина Искович я продолжаю жить среди страхов и забот других я растворяю их в себе иду дальше что я хочу и зачем пришла этот ответ я найду сама я продолжаю жить в себе и продолжаю улыбку в тебе что я нашла среди чужих стен где и какой мой предел я никогда не познаю себя но продолжаю и помню себя каждое утро молитва одна встать и идти вперед туда и продолжать несмотря ни на что в каждом движении что-то свое что-то что может струиться во мне свет прометея зеленых огней я есть протест черно-белых дней я цветной камень ничьих идей я продолжаю течь как река я новый путь я облака даже когда нет у меня я продолжаю свои дела вот на этой чудесной ноте с огромной любовью хочу вам сказать большое вам спасибо за то что вы есть за то что вы меня смотрите за то что мне очень приятно приятно что у меня есть подписчики не знаю мне как-то палец вверх это мало что говорить но когда люди отвечают мне взаимно взаимной любовью даже в своем сердце я это чувствую а когда вы мне еще пишете меня всегда можно найти вконтакте в титрах и внизу всегда стоят координаты моей странички для меня это огромная благодарность и я благодарна вам за аудиторию большое спасибо уже звонят счастливо пока а Субтитры создавал DimaTorzok